Рассмотрим типовые объекты античной архитектуры. Идеальный пример античного города – это город Чикаго. Как говорится, не будем миндальничать, нам сегодня известно, как европейцев переселяли в Америку для того, чтобы они заселяли опустевшие античные города. Для этого проводилась масса мероприятий, переформатирование этого сознания в новую культуру и встраивание ее в современную. Разумеется, все это происходило не только в Америке, но и в остальных частях света, включая Россию. Забавно то, что выставка в Чикаго происходит среди идеального античного города. А в аннотации выставки рассказывается о небольших экспонатах, которые сделаны из дерева, покрашенных в белый цвет. А кто строил здания, в которых происходила выставка? Что там делают статуи Октавиана Августа? Также сообщается, что в зале, посвященном России, чрезмерно уделено внимание водке. Типа у русских ничего другого выдающегося и не было. А вот надпись на триумфальной арке. В переводе «Ты должен знать правду» и правда сделает тебя свободным. Какая ирония, оцените! Итак, возьмемся за рассмотрение античной древней архитектуры. Проем под двери очень высокий, а в соборах и технических сооружениях вообще громаднейшие. Два типа, примерно 7 метров и 10 метров. Много примеров зданий, где присутствуют и те, и другие. Например, в Миланском соборе. Высота проема перекликается с триумфальными арками, очевидно рассчитана для великанов двух типов роста. Сами двери металлические, массивные, чаще всего из бронзы. Редкие экземпляры уцелели до наших дней, но все же они есть. Обратите внимание на размер ступенек. Вместо колонн мы видим девушек. Рассмотрим пилястры обычные. А эти можно назвать вычурные. Деревянные. Валюстрады. Насчет вазонов идет спор. Одни говорят, что там хранят прах погибших в глобальной катастрофе. В потопе. А другие утверждают, что это светильники. Вероятнее всего это осветительные приборы, а может быть и то и другое одновременно. На пролетах обязательно присутствуют античные статуи. Вазы с крышкой – сферические конденсаторы-разрядники, если металлические. Но если их покрасить белой краской, становятся обыкновенными, так как не зная первоначальной функции, их можно выдать за декоративные элементы, которые видны на самом первом фото. Второй тип. Третий тип – типичный конденсатор на пролете лестницы возле Андреевской церкви в Киеве. Четвертый тип. Пятый тип – обыкновенные вазы. А также обелиски с шариками наверху и без них. А вот стационарный такой обелиск. Опять же, на рисунке Пиранези можно увидеть интересное устройство. Что-то типа хай-тек. Это памятник поклонению богу Юпитера, не иначе. Ну, выдумайте сами, все равно никто не знает и никому это неинтересно. Рассмотрим шарики. Они есть повсеместно. Сами посудите, вряд ли кто-то это рисовал для дизайна. Посмотрите высотность здания, обратите внимание. Там должна быть канализация, подвод воды и так далее. Скорее всего, шары – это плазменные осветительные приборы. Также мы встречаем шишечки. А вот другие приспособления немного иной формы. Ну и, конечно же, деревянное зодчество. Все дома, представленные ниже, находятся в городе Тюмени. И все, как один, засыпаны. Посмотрите, как удобно расположены вазоны, если они светились, во дворе или на улице всегда было светло. Рассматриваем шары на этих зданиях и представляем, что все это светильники. А это в Красноярске. Рассмотрим детали фасада тип 1. Круглые окна. Второй тип – круглые или арки с кокардами. В деревянном зодчестве. Обратим внимание на форму крыши – башенки. Они встречаются часто в разных местах. И вот пример в деревянном зодчестве. Второй тип – более квадратные. Тоже самое в деревянном зодчестве. Третий тип – с уклоном на китайскую архитектуру. И в деревянном исполнении. Четвертый тип – купол. Обычно присутствуют на углах домов. Рассмотрим три типа башенок, представленных на одну сторону. Сами дома, к слову, если смотреть сверху, имеют вот такую конфигурацию. Полностью занимают целый квартал. Одесса, Париж, Берлин, Санкт-Петербург. Обратим внимание на кирпичи и кладку. Плоский красный, чаще всего тонкий обожженный кирпич, как говорят, на века, с минимальным количеством раствора. Пример кладки и Петропавловская крепость. Обратите внимание на разницу между новой и старой кладкой. Фрагмент здания в Сантьяго, Чили. Помпеи. Римские руины. Для кладки арки использовались кирпичи в два раза длиннее и тоньше, чем обычные, как это видно на фото сверху. Затем кладка отштукатуривалась и получалось обтекание арки. Как видим, кирпичи были серийного производства, что говорит о централизованности и единстве государства в рамках целой планеты. Внешняя штукатурка. Внутренняя отделка арки. Квадратами. А здесь многоугольниками. Третий тип похож на какие-то мониторы. Плетение. Мелкая лепка, декоративная лепка или такой вид штукатурки. Надо осознать, насколько качественно использовались тогда технологии и какие были крепкие материалы. Ведь они выдержали как минимум несколько столетий. Сегодня самое смелое заявление производителя о долговечности современных материалов – это 50 лет. Крепичи. 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 Продолжение следует...